Дайджест недвижимости Общей площадью порядка 6,5 тысяч квадратных метров Начальная цена продаваемого имущества составляет 334 миллиона рублей При этом, как уточняет в департаменте, европейский продается с обременением Договором аренды, действующим до 1 января 2023 года О планах по продаже европейского администрация сообщила в начале апреля А программа приватизации, включающая в себя помещение торгового центра Была принята в ноябре прошлого года, напоминает портал Айкиров.ру Дайджест недвижимости Рост платежей на аренду складских помещений зафиксировали на кировском рынке коммерческой недвижимости В июне он составил более 17%, отмечает аналитический портал Рейкиров.ру Средневзвешенная ставка в этом сегменте поднялась до 270 рублей за метр Также в июне подорожала аренда офисных помещений до 400 рублей за квадрат Торговые помещения подросли незначительно, примерно на 3,5% А вот аренда производственных помещений, напротив, стала доступнее Снижение составило 18% В среднем по Кирову ставка упала со 163 до 133 рублей за квадрат Дайджест недвижимости Единая информационная система для обманутых дольщиков может появиться в России Создать портал, на котором будут выложены все проблемные объекты в стране И через который можно будет следить за сроками исполнения работ Предложил председатель комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Николаев По его мнению, через портал можно отслеживать, насколько оперативно власти на местах Решают проблему обманутых дольщиков Исполнение таких программ включалось бы в оценку эффективности региона Также Николаев призвал формировать реестр недобросовестных застройщиков Который включал бы не просто перечисления компаний А сведения об их учредителях Чтобы впредь эти люди не могли работать на рынке долевого строительства И вновь привлекать средства граждан На этом все В студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости